Всем привет! Сегодня мы поговорим про титулы, скины и пассивные статы, которые можно получить в игре. Так, начнем с титулов и скинов. Где их смотреть, где их взять и что они дают. Смотрите, слева в углу есть иконка персонажа. Открываем профиль. В профиле под персонажем есть Close Set. Переходим сюда и здесь мы видим персонажей, скины на урон и титулы. Начнем с персонажей. Смотрите, у каждого персонажа есть дополнительные скины. Первый скин основной, первые два скина есть у всех. Остальные скины базовые, они не дают никаких эффектов, но чтобы одеть какого-либо из дополнительных скинов, которые открываются за ивенты в основном, большая часть их за ивенты открывается, нужно купить основного персонажа. То есть, либо купить, либо за входы можно получить там ящики, на выбор из трех скинов дают раз в месяц. Вот. И получается, вы, собирая скины за ивенты, да, то есть, не важно какой скин у вас одет, вы получаете за них суммарные пассивные эффекты. Вот. То есть, вам дополнительно дается, вот у меня 27 скинов собрано, 70 тысяч атаки, грубо говоря, и хп, и макат. Так вот, собирая скины, получаете пассивные статуи. Это хорошо. Скины на урон. Скины на урон, они, ну, у меня эффекты отключены, но сейчас покажу. Так, настройки. В настройках игра и... Так. Вот. Дамаж скин, шоу, on the mind. То есть, все показывают только мои ватны. Допустим, вы можете ставить любой скинг на урон и использовать его. Но у меня они всегда отключены, потому что это мусорные экраны. Да и плюс, оно дополнительно жрет энергию, ресурсы, устройство, на котором включена игра. Так что, тут на ваш вкус и цвет. Далее. Титулы. Закрывая титулы, вы получаете пассивные эффекты. Закрывая каждого монстра. В нормал, в хард-локациях. В данже. Тут башня, сотый этаж. В понедельник добавят 150-ый этаж башни. Будет тоже титул, тоже статы. Другие титулы за они был, но они убрали из игры, поэтому мало у кого есть. И титул за топ-100, топ-10, топ-3, топ-2 и топ-1. То есть, они дают дополнительные статы. И это единственные титулы, которые при надевании дают доп-статы. То есть, они пассивно не работают. Все остальные титулы складываются пассивно. То есть, вот вы открываете титулы и вот у меня тут какой-то баг, видимо. Ну, не важно. Зен Мак Атака, Атака, Зен ХП. То есть, нормально так титулы дают дополнительные статы. Их лучше закрывать. О том, как закрывать титулы. Ну, данжи это понятно. Это каждый закроет без проблем. Далее, локации. Начальные локации лучше Тома добивать. То есть, вот, например, вот тут я мух сейчас добиваю, красненькие. Так, можно даже собрать Тома вроде. Они закончили работу, сейчас покажу. Так, и тут. Секунду. Секунду. Отключу эффекты. Так. Хайт Том. И... Так. Окей. Вот. Тома. Так-то боевольно важно. Заканчиваем экспедицию. Вот. Закончились титул. Сейчас его соберем. Еще локацию закрыли Тома. И... Просто так. Вот. К поводу получения титулов Тома как раз. И они без проблем закрывают нужные вам локации. Можно закрыть. Получить рубины с локации. Можно получить вот так вот титул. То есть, нужно в последнем достижении каждой линейки заданий на титул, надо убить сто тысяч монстров. То есть, чтобы получить титул, нужно убить в сумме сто восемьдесят восемь тысяч с копейками. Вот. Мы получили титул. Статы собрали. Так. Так вот. Вот у нас получается сейчас появился тут дополнительный титул. Вот. Шесть из семи. То есть, мы закрыли. Все. Этот титул нам больше не нужен. Осталось добить обычных мух. Еще тридцать тысяч. Они вечно сбьются, эти мухи. Все остальное закрывается, а мухи нет. Это печальная история. Далее. По пассивным статам. Также тома, коллекции. Смотрите. В чем суть? Зачем получать мастера на каждого тома? Вы открываете тома, вы получаете базовые характеристики плюс шестьсот. То есть, у вас было ноль хп. Вы открыли, допустим, желтого слайма. У вас стало шестьсот пассивных хп. Единиц. Далее. Допустим, вы ничего больше не открываете. Вы просто качаете этого желтого слайма. Если вы его выкачали на десятый уровень, вы получаете еще плюс шестьсот хп. То есть, в итоге у вас суммарно тысяча двести. То есть, шестьсот, шестьсот, тысяча двести за одного тома. Это за норму. То есть, вот так работает это. Далее. Вот эти вот. Адванс тома. Тоже. Четыре тысячи плюс четыре восемь тысячи. Все понятно. Рарные тома. Тут я вот уже одного боевого тома выкачал. На максимум. Мастер. Тоже вот. Получает триста пятьдесят. Триста пятьдесят. Семьсот за тигр. Получаю. И мастер. Легендарный тигр. Я получаю тут тысяча семьсот процентов атаки. Сто процентов крит урона. И шесть процентов зен атаки. То есть, это достаточно хорошие характеристики. Потому что тигр еще сам дает сорок пять процентов зен атаки. И двадцать четыре процента опыта. Для физ персонажей это топ один тома. То есть, нужно качать его до леги. Ну, это не суть. Суть именно в статах. То есть, просто закрываем, улучшаем тома. Качаем. И получаем доп статы. Почему я подзабил на тома и не качаю их. Просто мне нужно было вкачать легу. А сейчас, если я ее снимаю, я проседаю по опыту. Поэтому, мне пока трудно именно продолжить качать тома. Потому что это сразу же теряешь время. Но их нужно продолжать когда-то. И, может быть, в следующем месяце я займусь именно прокачкой тома. И буду чисто их качать. Потому что, ну, вот этого мне докачать нужно полдня. По опыту на таких по одному дню до десятого уровня надо. На таких мне по два с половиной. Три дня надо, чтобы на максимум выкачать. Ну, два дня, в принципе, хватает, чтобы выкачать с первого по десятого уровня. Два с половиной. Но это в моих локациях, потому что шесть единиц опыта получаем. Так, по пассивным статам. Гильдия. Гильдия дает... Так, гильдия дает, вот. Гильдия дает... Ну, не особо много пассивными статами. Но, достаточно приятный бонус. Особенно для начинающих игроков. На это зависит еще от уровня гильдии. То есть, одиннадцатый уровень гильдии. И мы получаем вот такие дополнительные статы. То есть, что достаточно полезно. По пассивным статам еще. Все сюрикены. Допустим, я открою ультимейт. Да, дают пассивные статы. Они все приплюсовываются к вашим статам. То есть, у меня вот используются сюрикены. Есть, которые я не использую. Я их просто открываю и качаю на второй уровень. Чтобы получить статы за них. Да, то есть... Это достаточно полезная тема. Вот. Про пассивные статы. Так. Ну, снаряжение мы в другой раз затронем. Так. У него нет пассивных статов. Ну, именно в плане этого за снаряжение ничего не дают. Так. У него 200 еще этих. Сейчас. Так. Это сундуки за вчерашний день. На фармлисе. А, да. Ну вот. Коротко говоря. То есть, все статы складываются. Сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьсот процентов атаки. Базовая атака почти три миллиона. То есть, вот. У меня атака. Все. Я прокачал за уровни атаку на максимум ультимейта. Пятьдесят тысяч уровень. Все. Я больше атаку не могу качать. Именно тут. Теперь я качаю хп. Хп у меня хорошо так идут. Вот тут этап качаю. Но данные они гемы доступны с, ну, так скажем, восемнадцать тысяч уровня. Восемнадцатитысячном уровне, например. Плюс-минус. Когда вы открываете локацию нужно. Далее. По пассивным статам. Что еще? Видите, хп у меня вообще не тронут. Потому что это бесполезный стат. Точность. Точность. Точность это не пассивный. Ну, стихии тоже это надо отдельно рассматривать. Физический урон. Кулдаун. Скорость таки. Хорошо. Все. По пассивным статам. В общем, все. Также пассивные статы еще идут точно за ранги. То есть вы закрываете сюрикены на максимальный уровень. Получаете ранг. Получаете статы. Как только мастеров получаете. Получаете вот эти все статы. Которые прописаны. То есть мне вот осталось до каги. Копейки. Я получу двадцать процентов. Скорость атаки. Шесть кулдауна. Пенетрейшн и зен атаку. То есть мне еще дней пять надо, чтобы собрать сюрикен. То есть я собираю таких пять, таких пять, таких пять, таких пять. Перекрафчиваю их. Получаю двадцать таких. И получаю каги. То есть это достаточно быстрый процесс, когда вы можете фармить много легендарных сюрикенов. То есть каждый день там пол шестьдесят штук, восемьдесят, как пойдет. То есть вот у меня уже пять этих есть. Шесть этих. Еще осталось один такой. И либо семь, пять таких. Семь. Семь таких, либо пять таких. И два таких. То есть. Ну в общем. Тут много вариантов. Это достаточно удобно сейчас делается. Так. Ну в общем гайд все. Если что-то нужно, пишите в игре. И я подробно разъясню это. Поясню. Какие-то комментарии добавлю. Или любые другие темы. Которые вам нужны. Все. Спасибо. До свидания.